Продолжение следует... Пакеты для изделий с наружной рабочей поверхностью собирают на оснастке негативного типа, с внутренней рабочей поверхностью на оснастке позитивного типа. Заготовка для крупногабаритных и сложных изделий состоит из нескольких частей, которые соединяют друг с другом встык... ...или внахлёст. Места стыков или нахлёстов по слоям смещают друг относительно друга, чтобы не снизить прочность стенок изделия. Для облегчения выкладки пакета на криволинейную поверхность заготовку нагревают до размягчения связующего. Пакеты из коротковолокнистых наполнителей собирают напылением или осаждением в электрическом поле. Напылением изготавливают пакеты с хаотичным расположением волокон. Ножевой головкой волокнистый длинномерный наполнитель разрезается на отрезки такой длины, которые позволяют нагружать их вплоть до разрушения. И затем напыляется на поверхность оправки с одновременной пропиткой струёй связующего. Осаждение волокна в электрическом поле позволяет получать пакеты с ориентированным расположением коротковолокнистого наполнителя. Формование изделий собранных пакетов осуществляется различными способами. Контактное формование — наиболее простой метод. Собранный пакет в этом случае уплотняют прикаточным роликом. Монолитные изделия могут быть получены только с повышенным содержанием связующего полимеризационного типа. Отверждение материала происходит без давления в термокамере при повышенной температуре. Монолитные изделия с меньшим содержанием связующего можно получить вакуумным формованием. Заготовки наполнителя, пропитанные связующим, выкладывают на оснастки. Закрывают их эластичным пуансоном, который герметизирует по периметру прижимной рамкой. Уплотнение и формование изделия происходит под действием атмосферного давления, которое передается материалу эластичным пуансоном при создании в зоне пакета разрежения. Давление формования действует на пакет в процессе всего цикла отверждения связующего, перпендикулярно оформляющей поверхности. Летучие вещества, выделяющиеся при отверждении, удаляются. Более прочные изделия с высоким содержанием волокнистого наполнителя изготавливают автоклавным формованием. Собранный пакет вместе со снасткой помещают в сосуд высокого давления, автоклав. Давление, создаваемое в автоклаве воздухом или жидкостью, передается на уплотняемый пакет эластичным пуансоном. Для удаления летучих веществ пакет вакуумирует. Изделия из волокнистых и листовых наполнителей, имеющих форму тел вращения, изготавливают с антробежным формованием. Наполнитель выкладывают по оформляющей поверхности оснастки. Заливают необходимое количество связующего и приводят форму во вращение. Вращение формы можно производить вокруг вертикальной или горизонтальной ось. Уплотнение пакета и распределение в нем связующего происходит под действием центробежных сил. Отверждение материала осуществляется во время вращения формы при повышенной температуре. Методом прессования из полимерных композиционных материалов изготавливают изделия сложной конфигурации и небольших размеров. Из слоистых полуфабрикатов перед прессованием собирают пакеты. В пресс-форме под давлением при повышенной температуре происходит размягчение связующего, заполнение материалом оформляющей полости, уплотнение его и отверждение. Волокнистые материалы перед прессованием для удобства дозировки и приданием компактной формы таблетируют. Для снижения давления прессования и времени выдержки таблетки предварительно подогревают в генераторах токов высокой частоты. Готовые изделия имеют повышенную прочность, плотность и точность размеров. Длинномерные изделия из композиционных материалов с волокнистым наполнителем изготавливают протяжкой. Наполнитель сматывают с бобин, протягивают через пропиточные ванны и формообразующую головку. В головке происходит уплотнение материала, придание ему необходимой конфигурации и предотверждение связующего. Окончательное отверждение материала осуществляется в термокамере. Перемещение материала в зону формования и отверждения производят тянущими роликами. Широкие возможности сборки пакетов и формования изделий из жгутов, лент, тканей открывают метод намотки. Намотку используют для изготовления труб, баллонов, а также для упрочения в радиальном направлении различных конструкций. При упрочении ротора электродвигателя изделия закрепляют в зажимах намоточного станка, обматывают лентой, пропитной связующим, и подвергают термообработке. Намотка изготавливает различные емкости, которые работают под высоким внутренним и внешним давлением газа или жидкости. При намотке волокнистый наполнитель сматывается со шпур, проходят через направляющие ролики, натяжное устройство, пропитывается связующим, и укладывается на вращающуюся оправку. Критерием оптимальности структуры материала является условие равнонапряженности нитей. Естественным положением нити на оправке, исключающим ее соскальзывание при намотке, является укладка нити по геодезическим линиям, кратчайшим расстоянием на поверхности. На цилиндре ими будут винтовые линии с постоянным углом наклона к образующей. Намотанные изделия для отверждения связующего подвергают термообработке. Намоткой тканого наполнителя, пропитанного связующим, изготавливают трубы. Ткань наматывают на оправку, установленную в центрах намоточного станка. Отверждение материала производят на оправках в термокамере. После термообработки готовые изделия снимают с оправки. В том случае, когда намотанные изделия должны иметь более высокую плотность, после намотки на оправку заготовка подвергается уплотнению в пресс-форме. В процессе прессования происходит уплотнение и отверждение материала. Готовые изделия имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Отформованные различными методами изделия из полимерных композиционных материалов термообрабатывают для доотверждения связующего и снижения остаточных напряжений, возникающих в процессе формования. При термообработке детали нагревают до определенной температуры, выдерживают и затем медленно охлаждают. В различных конструкциях, обладающих малым весом, большой жесткостью, хорошими звуками и теплоизационными свойствами, нашли широкое применение сотопласты. Вы видите трехслойную конструкцию с частично снятой обшивкой. Сотопласты изготавливают различными методами. Один из них заключается в следующем. Наполнитель в виде ткани бумаги пропитывается связующим, укладывается в пресс-форму, которая помещается между плитами пресса. При повышенной температуре и давлении происходит гофрирование и отверждение материала. Затем отформованную заготовку извлекают из пресс-формы. Полученные заготовки соединяют в блок, сваркой или склеиванием. Пакет из гофр закрепляют на вилках сварочной установки. Подводят прижимные ролики и производят сварку каждой последующей заготовки к предыдущей, нагревая материал токами высокой частоты. Другой метод изготовления сотопласта заключается в склеивании пакета из листового наполнителя полосками клея, нанесенными на его поверхность. Листы наполнителя укладываются в пакет таким образом, чтобы при последующем растяжении склеенной заготовки образовывались ячейки заданных размеров. В растянутом состоянии заготовку пропитывают связующим методом окунания. После пропитки производят оттверждение заготовки. Оттвержденный сотоблок, изготовленный сваркой или склеиванием, разрезают на панели заданных размеров. Панели используют для изготовления трехслойных конструкций, состоящих из обшивок и сотового заполнителя. Обшивки к сотоблоку приклеивают пленочным клеем. Склеивание ведут под небольшим давлением и при повышенной температуре. Изготовленные таким образом трехслойные конструкции обладают небольшим весом, хорошей жесткостью и могут сопротивляться со значительным сжимающим нагрузком. Разрушение сот происходит вследствие потери устойчивости стенок ячейки. Таковы основные методы изготовления изделий из полимерных композиционных материалов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok